Кому, сколько и на что в правительстве области планировали бюджет на 2013 год. Налоговый доход в следующем году в региональную казну составит 16 миллиардов рублей. Неналоговые доходы – 745 миллионов. Вообще бюджет принято планировать на три года вперед. Однако сделать это сложно, потому как финансовые аппетиты разных отраслей весьма переменчивы. Известно, что ежегодно на 10% будут увеличиваться акцизы на бензин и дизельное топливо. На пиво с 1 января 2013 года повышение 15 рублей за литр, с 1 января 2014 года 18 рублей и с 1 января 2015 – 20 рублей. На алкогольную продукцию с 1 января 2013 года 400 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подоксизной продукции. С 1 января 2014 года 500 рублей, с 1 января 2015 года 600 рублей. Более 56% от всех бюджетных средств будет потрачено на социальную сферу. С 1 января 2013 года предусмотрена еще одна мера для улучшения демографии. За третьего и последующих детей родители будут получать ежемесячно 7 тысяч рублей в течение трех лет. Также увеличат зарплату педагогов, продолжится модернизация образования и здравоохранение. С 1 января все муниципальные учреждения здравоохранения передаются из муниципальной собственности в собственность Ивановской области. Число подведомственных департаментов здравоохранения и учреждений возрастет с 28 до 75. Зампред Павел Коньков выступил с предложением о создании резервного фонда правительства. Эти деньги будут предусмотрены на развитие. Например, если появятся непредвиденные расходы для участия в какой-либо полезной программе. Стоит отметить, что резервный фонд в правительстве сейчас есть на случай чрезвычайных ситуаций. В случае, если что-то происходит на территории Ивановской области, в муниципалитетах наших, то мы по решениям комиссии по чрезвычайным ситуациям можем оказывать муниципалитетам и конкретным объектам помощь из этого резервного фонда. То есть этот резервный фонд не является фондом развития. Губернатор идею с фондом развития поддержал. Сколько в нем будет изначально, пока неизвестно. Планируют зарезервировать около 500 миллионов рублей. В целом, представленный проект будущего бюджета в правительстве одобрили. Далее документы отправятся в областную думу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова